Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 25 февраля на календаре, заканчивается зима и наступает весна, которую мы ждали, наверное, более чем когда-либо за последние годы, и дело даже не в температурных особенностях, а в том, что нам всем очень надоело сидеть в холоде у себя дома, и сегодня мы поговорим о том, как этой истории можно избежать. Собственно говоря, последний год, за редким, за малым исключением, там в марте, апреле, мае этот рецепт срабатывал, и сегодня этим рецептом поделится с нами Юлия Байдан, руководитель отдела продаж компании Profit Real Estate из Турции. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада всех приветствовать на нашем с вами вебинаре. Да, меня зовут Филипп Березин, мы ведем параллельно трансляцию в Фейсбуке, господи, как-то путано немножко говорю, я Филипп Березин, главный редактор при АДРУ, мы параллельно ведем трансляцию в Фейсбуке, да, корректно сказать именно в таком порядке. О чем мы сегодня будем говорить? В прошлом году три тысячи граждан только российских, три с небольшим купили недвижимость в Турции, граждан Украины, Белоруссии, Казахстана тоже купили в Турции очень много. Во многом потому, что было ли открыты границы и огромная возможность посетить какую-то страну стала просто фетишем, потому что Европа по большому счету для всех для нас по-прежнему закрыта, дай бог, что откроется, но когда откроется, тогда и будем думать. А сейчас Турция во многом без альтернативный вариант, не говоря уже о том, что турецкой недвижимостью мы интересовались и в допандемические времена. Как построим сегодняшнее общение? Много вопросов к нам пришло, касается и недвижимости Алании, и экономики, и аренды, и дохода, и как работать в Турции. В общем, вопросов очень-очень много. Я их буду задавать, может быть, немножко в разнобой. Все ваши вопросы, которые будут в чате, обязательно сегодня осветим. Через пару дней по итогам этого вебинара статья на Прян.ру, которую вы обязательно получите, и запись вебинара. Ну, а сейчас, Юля, давайте начнем с такого небольшого вводного вступления. Что у вас сейчас происходит, как вы пережили, ну, уже, собственно, январь, да? Что изменилось по сравнению с тем, как мы с вами беседовали в декабре, насколько велик интерес, сколько людей приезжает, сколько уезжает, что в Турции сейчас непосредственно происходит? Смотрите, я просто даже могу сказать на своем примере, что я ездила на родину, я сама из Саратова, и вот недавно, буквально в конце января-начале февраля, я поехала для того, чтобы забрать своего ребенка, который уезжал у меня туда на лето, и обратно мы с ним летели самолетом. В самолете не было ни одного пустого места, просто ни одного, то есть полностью заполненный самолет летел в Анталию, у нас был рейс Москва-Анталия, поэтому спрос к Турции по-прежнему очень высокий, что не может не радовать. Причем хочу отметить, да, что люди летели в отели, у нас сейчас функционируют отели крупные, да, то есть и в Белеке, и в Кемере, но больше всего в Белеке, то есть цели направлены, люди летели на отдых, потому что я как раз сидела рядом тоже вот с семьей, спросила у них, какой они отель едут, они назвали мне отель в Белеке, вот, и, соответственно, да, то есть, но погода у нас к этому располагает, у нас эта зима была очень теплая, да, то есть у нас по сути температура ниже 17-18 градусов не падала вообще. На прошлой неделе мои знакомые поехали в отель, у них маленькие дети, дети купались в открытом бассейне, вот, то есть настолько тепло у нас как бы сейчас, поэтому мы с точки зрения, да, то есть именно сектора по недвижимости сейчас готовимся активно к сезону, я имею в виду не только туристический сезон, который открывается у нас с конца апреля и длится до ноября, также в сфере недвижимости есть своя собственная сезонность, да, то есть это, как правило, весна и осень, не лето, как думают многие наши потенциальные покупатели, вот, поэтому мы сейчас активно готовимся к высокому сезону и ждем, да, большое количество потенциальных клиентов, которые как раз-таки вот уже запланировали свои поездки на вот эти три весенних месяца, март, апрель, май. Окей, поскольку мы не успели начать пока, собственно, основные вопросы, которые мы хотим осветить, вот сразу есть вопрос от нашей зрительницы, хочется получить информацию про город Мерсин, готовы сейчас прямо что-то в лоб сказать? Да, пожалуйста, конечно, на сегодняшний момент город Мерсин является крупным, да, достаточно городом, это город-миллионник, который находится в восточной части и, естественно, да, то есть имеет популярность и спрос у категории клиентов, у которой немного более низкие бюджеты, да, то есть на сегодняшний момент в Мерсине можно приобрести квартиры в районе, там, 30 тысяч евро, мне рассказывают клиенты, что даже якобы за 25 тысяч евро. Это новостройка? Что, простите? Новостройка? Это и вторичные квартиры есть, новостройки чуть-чуть подороже, обычно это вторичные квартиры, но вот те суммы, которые я озвучила, они, конечно, характерны не для самого Мерсина, а для районов, которые находятся в 30, в 40, в 50 километрах от Мерсина, такие как Чешмели и так далее, вот, то есть, конечно, в самом Мерсине цены идут гораздо выше. Мерсин на сегодняшний момент не развит с точки зрения туризма, да, то есть, поэтому в нем, конечно, туристам может быть не так комфортно в плане языкового барьера и так далее, и также, то есть, на сегодняшний момент в Мерсин нельзя добраться прямыми рейсами, то есть, только рейсы с пересадкой. Вы сказали, что, ну, такой не очень развитый, то есть, там с инфраструктурой не очень хорошо, там ресторанчики, кафе, то есть, поскромнее, условно говоря. Ну, просто, да, на местных людей просто заточено, то есть, например, грубо говоря, вот вы приезжаете на Анталийское побережье, Анталия, Алания, неважно, Белек, вы садитесь в ресторан, вам сразу, да, то есть, приносят меню на вашем языке, да, то есть, грубо говоря. В Мерсине, конечно, такого нет, то есть, там все только на турецком языке, там нет знания английского, ну, то есть, просто этот город сейчас не развит с точки зрения туризма и как бы не планируется. Юль, действительно, хотел, у меня список вопросов есть, которые я бы хотел задать, но поскольку меня опережают наши зрители, давайте прямо их вопросы сразу. Да, конечно, конечно, конечно. Можно ли оформить годовой ВНЖ при предоставлении долгосрочного договора аренды? Да, да, конечно, безусловно. Как это делается? Как это делается? Сейчас расскажу, то есть, вы можете приехать, например, в Турцию, выбрать квартиру, только обязательно вы должны быть внимательны, да, то есть, выбирая квартиру, не каждая квартира подходит для того, чтобы получить, собственно говоря, годовой вид на жительство по аренде. То есть, у вас либо собственник должен присутствовать в этот момент в Турции, чтобы подписать с вами договор на аренду, которую вы будете предоставлять в миграционную службу для получения вида на жительство, либо должна быть доверенность от этого собственника, опять-таки, для оформления этого самого договора аренды. То есть, потому что, чтобы получить вид на жительство вместе с пакетом документов, этот договор обязательно предоставляется. В нашей компании есть, собственно говоря, квартиры на долгосрочную аренду, где либо собственники уже находятся здесь и могут пойти с вами в нотариус для составления этого договора, либо у нас на нашу компанию выписаны доверенности от этих собственников. И мы на основе этого помогаем нашим клиентам и арендаторам, которые приезжают на ПМЖ в длительную аренду, оформить документы, а именно вид на жительство. Окей, следующий вопрос от Ирины. Рассрочка при покупке недвижимости женщины на 55 лет. Говорят о рассрочке на 5 лет. Возможно ли, есть ли такая практика или это миф реклама? То есть, если мы говорим о рассрочках, на какой срок они вообще даются? Чему верить, чему верить? Ну, 5 лет, конечно, это очень длительная рассрочка. Много лет назад, в 2011-2010 году был комплекс, который действительно предоставлял рассрочку на 5 лет беспроцентную. Такое было. Но сейчас на сегодняшний момент такие длительные рассрочки не предоставляются. Максимальный срок рассрочки порядка 36 месяцев, то есть 3 года. Это именно срок строительства. То есть, есть красивые крупные проекты, очень большие, которые как раз-таки, например, стартуют строительство сейчас, а заканчиваться они будут в середине 2023 года, в конце 2023 года. То есть, это практически полных 36 месяцев, весь срок окончания строительства. Таких проектов немного, я сразу могу сказать. Усредненный срок беспроцентной рассрочки – это 12, 18, 24 месяца. То есть, обычно за эти сроки проекты полностью достраиваются и сдаются в эксплуатацию. Юль, правильно ли я вас услышал, простите, что вот срок рассрочки в 99 случаях из 100 привязан к року окончания строительства? И вести переговоры, что, ну, закончат через полтора года, а я бы еще после этого годик хотел… Еще полтора? Да, это не пойдет. Нет, такое, конечно, не пойдет. Есть некоторые готовые объекты недвижимости, где строительные компании предоставляют беспроцентную рассрочку на 6-8. Есть одна компания, которая на свой готовый проект предоставляет беспроцентную рассрочку на 64, на 24 месяца. Но там и ценник, грубо говоря, да, то есть от 80 тысяч евро квартира 1 плюс 1. Вот поэтому здесь как бы вот такой момент тоже имеет… Пожалуйста. Когда предоставляют рассрочку? Обычно, ну, считается, что уж если рассрочка есть, ну, есть, по крайней мере, насколько верное утверждение, что если есть рассрочка, то, значит, объект стоит подороже и свою выгоду застройщик, ну, или там, собственник заложит вот таким способом… Нет, нет, здесь немножко, смотрите, цена фиксирована, если мы говорим о беспроцентной рассрочке от строительных компаний, цена, она фиксируется в прайс-листе, она есть, но, конечно, то есть, как правило, только крупные застройщики, которые ведут элитные проекты, которые не так сильно нуждаются в денежных средствах, собственно говоря, они предоставляют обычно рассрочку без процентов. То есть, если это не крупная компания, да, то есть, ну, есть же тоже, есть там элитные застройщики, есть там средненькие, есть совсем эконом-класс, разные, да, то есть, они все надежные, просто в своем как бы ценовом сегменте. И, естественно, да, то есть, только, как правило, элитные застройщики на готовые проекты могут предоставить рассрочку. То есть, это соответствующий диапазон цен, но это не значит, что они в эту цену что-то там заложили, чтобы дать, собственно говоря, рассрочку. Вот у нас, например, на наш собственный проект, который мы с вами покажем, он есть у нас потом в презентации, у нас остались большие пентхаусы, например, да, то есть 2 плюс 1, 3 плюс 1 пентхаусы. И мы для того, чтобы помочь, да, им быстрее реализоваться, сделали акцию 30% первоначальный взнос и 12 месяцев безпроцентной рассрочки, потому что, опять-таки, я говорю, нам, в принципе, все равно, когда эти денежные средства будут поступать. Тогда такой все-таки вопрос, означает ли, сказанное вами, что я прихожу к какому-то застройщику, и у него, допустим, квартира сейчас стоит 50 тысяч евро, допустим, и я могу заплатить целиком всю сумму, а могу заплатить, условно говоря, половину по его условиям, и, ну, скажем, оставшуюся 25 тысяч, то есть половину, ну, выплачиваю в течение, там, года или двух. Означает ли это, что, по большому счету, даже будучи готовым все заплатить сразу, я никакой финансовой выгоды не получу? То есть если предлагается точка, то на то и выйдет по-любому. Нет, смотрите, если это объект на стадии строительства, например, если вы говорите, что я не хочу пользоваться, да, беспроцентной рассрочкой, вот он, я пришел, я вам, давайте, заплачу сразу все наличными, конечно, у вас будет выгода, конечно, строительная компания вам сделает скидку, да, то есть, безусловно, размер скидки будет просто зависеть от этапа строительства, от стоимости начальной, от строительной компании, от выбранного вами объекта недвижимости, если вы там выберете самую недорогую квартиру во всем комплексе, то это будет одна скидка, если вы выберете дорогую квартиру, это может быть другая скидка. Если мы говорим, опять-таки, да, то есть о готовых объектах недвижимости, если у строительной компании предусмотрен вот этот вот проект с тем, что вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой, конечно, вполне мы всегда с клиентами, когда приходим, эту опцию беспроцентной рассрочки мы, например, озвучили, а потом с летом мы всегда задаем вопрос, мы не будем пользоваться вашей опцией, мы заплатим вам наличными, но за это мы хотим скидку. Да, конечно, это возможно. Окей. Следующий вопрос от Елизаветы. Какие гарантии есть при оформлении и покупке квартир удаленно? Ну, может быть, я немножко расширю вопрос, то есть если человек хочет купить, не приезжая, как это сделать безопасно и кто здесь выступит вот этим гарантом, чтобы человек не потерял свои деньги, понятно, опасения есть еще. Конечно, но здесь, как я и говорю, мы в прошлый раз это обсуждали и на всех своих вебинарах, которые я тоже провожу, я неоднократно делаю акцент на то, что вы должны выбирать крупную компанию, крупное агентство по недвижимости, которое займется проведением вашей сделки онлайн. То есть компания, которая давно находится на рынке. Как это можно проверить? То есть крупная ли компания? Элементарно вы можете зайти на сайт компании, зайти в, собственно говоря, раздел «Команда» или «О нашей компании» и просто элементарно посмотреть, сколько там представлено человек. То есть, естественно, если там представлено больше 15 человек, вы можете сделать вывод, что эта компания крупная, то есть она давно на рынке и так далее. Отзывы. Обращайте на это внимание, потому что это действительно очень важно. переходите в отзывы и смотрите, насколько часто эти отзывы обновляются, дополняются или там все висит так, как висит, без каких-либо изменений. Выбирайте крупную надежную компанию. У всех таких компаний идут трехсторонние договора, которые вы заключаете между продавцом, покупателем и третьей стороной, агентством по недвижимости, как гарантом чистоты сделки. Крупные компании, которые имеют лицензии, которые зарегистрированы в торгово-промышленных палатах, эту информацию, кстати, вы тоже можете запросить у агентства по недвижимости, есть ли у них вообще регистрация в торгово-промышленной палате или ее вообще нет. То есть это вся открытая информация, которую мы, например, если у нас клиент ее запрашивает, в открытом доступе спокойно и легко предоставляем. После этого вы заключаете трехсторонний договор и на основе этого договора вы делаете оплаты. Если вы делаете сделку онлайн, конечно, то есть все ваши оплаты, получается, пойдут через банковские переводы. Это еще одна ваша гарантия, которая вас защитит. То есть вы делаете официально перевод денег на банковский счет. И после этого вам нужно будет, получается, сделать доверенность. Доверенности кадастровая палата, которая проводит сделки купли-продажи, принимает только, которые вы оформляете в турецком консульстве. Вы делаете доверенность, собственно говоря, на оформление недвижимости на вашего представителя, на агентство по недвижимости, которое уже фиксируется в контракте. И после этого по этой доверенности происходит переоформление вашего объекта на вас. Мы онлайн-сделки проводим. Мы проводили их достаточно много в период пандемии, когда другого выбора просто не было, да, выхода. Прошу прощения, потому что люди не могли приехать. И мы действовали вот именно через доверенности, которые они делали в консульстве, и через заключение договоров онлайн, собственно говоря. Маленький уточняющий вопрос, он скорее такого, может быть, морального свойства. По вашему ощущению, по вашему опыту, насколько русскоязычный рынок турецкой недвижимости чистоплотен? То есть понятное дело, что сейчас в пору интернета нанять 50 студентов, которые напишут тебе положительные отзывы или отрицательные отзывы, в общем, не очень сложно. Ну, есть видеоотзывы. То есть мы, например, вот наша компания часто делает видеоотзывы. Более того, ну, например, напишите вы отзывы 50 студентам. Я, например, как делаю? Я открываю свою, вот у меня когда, например, клиенты какие-то вот знаки, вопросы возникают, я открываю свой сайт, открываю отзывы, говорю ему, выбирай, выбирай любого человека. Я тебе вот прямо сейчас дам его контакт, позвони и получи рекомендацию. Окей. Следующий вопрос. Интересная аренда на длительный срок. Какие бы практические советы вы дали, чтобы выбрать жилье там в регионе Анталии, чтобы была хорошая звукоизоляция, чтобы не слышать соседей и обезопасить себя от соседства с небольшой, ну, видимо, в кавычках, семьей из 20 человек? Насколько это серьезная проблема и как ты можешь, когда еще дом, словом говоря, не застроен, понять сам? Смотрите, какая ситуация. На самом деле вот новые комплексы, которые строятся на квартире планировки 1 плюс 1 и квартире планировки 2 плюс 1, ситуация с тем, что в этих квартирах будет проживать семья из 20 турков, она исключена, да, то есть турки вообще такие варианты не рассматривают, они не проживают в квартире планировки 1 плюс 1, они крайне редко проживают в квартире планировки 2 плюс 1, то есть у них квартира планировки 2 плюс 1 – это квартира для одного человека, да, то есть если они вдвоем, то им уже нужна 3 плюс 1 или 4 плюс 1 квартира. Поэтому, естественно, как правило, если вы будете выбирать какие-то новые красивые комплексы, то есть 20 турецких соседей в одной квартире, это сразу исключено. То, что касается звукоизоляции, очень часто задается этот вопрос, я всегда обращаю на него внимание и просто отвечаю следующим образом. Звукоизоляция, которая есть, она хорошая, но давайте не будем забывать о толщине стен, да, то есть она просто, здесь нет перепада температуры, поэтому стены, как мы привыкли в России, в Турции не строят. Ну, то есть я имею в виду именно наше земноморское побережье, это стандарты, которые устанавливает государство, и строительные компании придерживаются именно этих стандартов. Поэтому, то, что касается звукоизоляции, поверьте, она ничуть не хуже, я вот опять приведу пример, я из Саратова. В Саратове, например, я не знаю, как в Москве, там какие другие города нас смотрят, поверьте мне, в Саратове звукоизоляция гораздо хуже, чем в Турции в домах, вот где я проживаю. У меня, я когда приезжаю домой, я слышу вот все, что происходит в соседней комнате, как храпит сосед, и мне такое ощущение, что он храпит со мной в одной кровати. Вот, поэтому здесь, опять-таки, если у вас будут какие-то там сильные шумные соседи или еще что-то, я всегда говорю о том, что в Турции в этом плане все очень построено, да, по законодательству. Шуметь можно до 23.00. Если кто-то вас беспокоит, поет песни, включает громко телевизор или музыку, вы сразу можете обратиться либо в управляющую компанию, в эту квартиру придут и их попросят эту музыку там убрать, выключить, перестать шуметь и так далее. Если и это не происходит, сразу можно вызывать полицию и поверьте, в течение 10 минут полиция будет уже около этой двери и даст предупредительные меры. Прекрасный ответ. Деревня Глупш Саратов почему-то вспомнилась. Да, это правда, не просто так это вспомнилось. Окей, хорошо. Вопрос практически, вот лично ваше мнение, если рассматривать с точки зрения постоянного проживания, какой город в Турции более приемлем для семьи с детьми школьного возраста? Можно ли рассматривать Махмутлар? Ну, Махмутлар как район Алании. Как район Алании. Смотрите, конечно, здесь, опять-таки, очень важен вопрос, планируете ли вы трудоустраиваться, да, то есть, если у вас, грубо говоря, молодая семья, которая хочет реализоваться, да, то есть, устроиться на работу, как-то расти, безусловно, я всегда советую крупные города, например, Анталия. Анталия, как город, да, с населением более 2 миллионов человек, безусловно, даст вам больше возможностей. В Алании население, да, там порядка 600-700 тысяч человек, это включая все районы, в том числе и Махмутлар. И, конечно, если их сравнивать, Анталия в 3 раза больше, я думаю, что здесь, в принципе, каждый из нас понимает, что чем больше город, тем больше возможностей. Если же наоборот, вы, например, не планируете трудоустраиваться во время переезда на ПМЖ, если вы работаете удаленно, или, может быть, у вас есть бизнес в вашей стране, да, собственно говоря, который вам приносит определенный доход, то я советую как раз-таки рассматривать Аланию, потому что это вот именно город для отдыха, более спокойный, нет промышленности, нет никакого производства, очень зеленый, вот он весь располагает к спокойному, комфортному проживанию, без суеты, без пробок и так далее. Тут очень важно понимать, какой у вас допрос, какой вы человек, есть люди, например, которые, наоборот, любят ритм большого города, да, есть люди, которые любят, чтобы было потише, поспокойнее, но ритм большого города находился на расстоянии вытянутой руки, как у нас, да, то есть до Анталии поехать 120 километров, это полтора часа езды на машине, я всегда говорю, что если вы уже проживаете долго в Алании, например, для вас не является проблемой и 300 километров в одну сторону проехать и вернуться обратно, то есть турки в этом плане более активны и более мобильны, то есть тут уже как бы вот оба региона можно рассматривать. Махмутлар – замечательный район, полностью с развитой социальной инфраструктурой, школы, детские сады, все отделения банков, магазины, кафе, рестораны, то есть все для жизни в этом городе есть, в районе. Спрашивают о недвижимости в Трабзоне, совсем другая часть, насколько вы ее занимаетесь, что здесь можете порекомендовать? Недвижимостью в Трабзоне мы не занимаемся, причем там в Трабзоне не во всех частях иностранца можно приобретать недвижимость, поэтому как бы по этому вопросу я проконсультировать не могу. Продолжение вопроса о получении ВНЖ по аренде. Эта аренда оформляется только на один год или можно как-то сделать, чтобы сразу на больший срок? Оформляется на один сроком на один год, далее идет продление этого договора аренды и вы делаете продление вашего вида на жительство. Уточняющий вопрос про выходу на гражданство. Два объекта по 125 тысяч евро или три объекта по 95, насколько это возможно? Ну, получение турецкого гражданства на основе инвестирования 250 тысяч долларов, это очень большая, конечно, и обширная тема. Если интересно, могу немножко рассказать. Здесь немножко ситуация происходит следующим образом, да, то есть 250 тысяч долларов. Это должна быть кадастровая стоимость, которую указал независимый эксперт, выходящий для оценки проекта для получения турецкого гражданства. В реальности это всегда выше, чем 250 тысяч долларов. Поэтому если просто вы приехали и вам кажется, что вы можете выбрать один объект за 125 и другой за 125, их купить и получить турецкое гражданство, то, к сожалению, это не так. Далеко не каждый объект подходит для получения гражданства, далеко не каждый объект получает высокую экспертную оценку от этого независимого эксперта. И более того, далеко не каждая строительная компания сможет показать высокие кадастровые стоимости и заплатить высокие налоги и помочь вам оформить турецкое гражданство. Более того, я также хочу отметить, что, например, при получении турецкого гражданства обязательно собственникам, который продает вам объект недвижимости, должна быть либо компания зарегистрирован в Турции, то есть турецкая строительная компания, либо турецкий гражданин. От иностранца, которые объекты вы покупаете, не идут в этот зачет турецкого гражданства. Поэтому здесь мы опять-таки всегда клиентам говорим, если ваша цель – получение турецкого гражданства с минимальными вложениями, с минимальной разницей от 250 тысяч долларов, то есть, как я уже сказала, эта стоимость будет выше, то есть вам просто нужно довериться агентству по недвижимости, потому что мы все-таки уже ни одно, ни два, ни три гражданства передали для наших клиентов, и мы вам покажем те проекты, в которых мы уверены, и где вот эта вот разница, она минимальна. И где, самое главное, эти проекты проходят нужную экспертную оценку и получают, собственно говоря, те высокие кадастровые стоимости, которые есть. То есть это уже проверено опытом клиентов, которые получили гражданство. Несколько слов о рынке недвижимости, о том, к чему мы пришли сейчас. Ситуация, которая есть сейчас на рынке, и ситуация, которая была год назад. Предложений стало больше, их стало меньше, они стали дороже, они стали дешевле крупными мазками, если можно, по крайней мере, в регионе Айлани и Анталии. Ну, смотрите, я опять-таки отвечу так. У нас всегда было одно из самых больших портфолио на рынке недвижимости, да, то есть по Айлани и Анталийскому региону, поэтому объектов у нас, собственно говоря, меньше не стало, да, то есть вот они стабильно, мы их держим, да, то есть у нас полторы тысячи объектов, как минимум, всегда находятся в нашем портфолио на нашем сайте profitrealestate.ru. Соответственно, по цене цена, конечно, выросла, безусловно, да, то есть рост цен произошел, мы говорили с вами об этом на прошлом нашем вебинаре, да, то есть который обсуждали, и, в принципе, эта статистика, она в открытом доступе абсолютно везде. Недавно Форц опубликовал статью, где указал, да, то есть Анкара заняла первое место по росту цены на недвижимость. На 28% выросли цены за год в Анкаре. Если цены выросли в столице на такой процент, естественно, что как бы за ним тянутся и все регионы другие, и тот же Стамбул, и та же Анталия, и та же Айлани. Вот, спрос есть, то есть, как я и говорила в прошлый раз, мы как бы думали, когда началась пандемия, что все будет так плохо, сели и уже приготовились грустить и ничего не делать, а работы стало больше наоборот, потому что сейчас очень много людей заинтересованы в вывозе своих денежных средств, и очень много людей сейчас приезжает из своих стран, это не только Россия, это и Украина, это и Казахстан, именно на постоянное место жительства, и человек, который покупает квартиру для постоянного места жительства, они уже, конечно, покупают дорогие, хорошие объекты для себя, да, то есть не просто там 1 плюс 1 за 40 тысяч евро, ну, как бы, вроде приехал, отдохнул, уехал, и можно забыть об этих деньгах, а именно, да, вот такие вот крупные элитные объекты, в котором они будут жить семьей и уже для себя. Уточняющий вопрос от Елизаветы, при покупке недвижимости земельный участок оформляется в собственности или нет? Да, смотрите, здесь очень прозрачная, великолепная система, я всегда обращаю на нее внимание, единая кадастровая система в Турции, приобретая объект недвижимости в Турции, вы становитесь не только собственником квартиры, но и собственником земли, на которой находится этот проект. То есть вы получаете маленький кусочек? Да, совершенно верно, вот, допустим, дом стоит на 100 квадратных метрах, в доме 10 собственников, они 100 квадратных метров разделили между 10 собственниками и каждому по 10 квадратных метров вписали в топу. То есть это все фиксируется в свидетельстве о собственности. А что это дает? Ну, хорошо, ну, получил я еще право на эту землю. Это просто какое-то моральное успокоение или оно меня в каком-то смысле может обезопасить от чего-то в дальнейшем? Или наоборот мне обезопасить? Ну, смотрите, на самом деле здесь какая ситуация, то есть опять-таки я часто обращаю внимание, что в Турции иностранцы приобретают объекты недвижимости на общих основаниях с турецкими гражданами, да, то есть абсолютно никаких отличий нет, то есть как покупают турки, точно так же покупают и оформляют на себя недвижимость иностранцы. Когда вы являетесь собственником земли, это значит, что через 5, 10, 15, 20 лет, если вдруг какая-то строительная компания проявит интерес к вашему объекту недвижимости, захочет его выкупить, чтобы построить там более люксовый и элитный комплекс, потому что вообще здесь у нас в нашем регионе все земли практически частные, да, там государственной земли буквально там 5-7%, а остальные все земли принадлежат частным людям. И естественно, да, то есть земля это ресурс, который имеет свойство заканчиваться, особенно земля рядом со Средиземным морем, это вообще ресурс, который очень быстро заканчивается. Вот, и поэтому, естественно, если вы являетесь собственником земли, то здесь вы защищены тем, что никто никогда ваш дом никуда не снесет просто так, да, то есть к вам придет строительная компания и будет договариваться с каждым собственником, чтобы вас, вашу землю и вашу квартиру выкупить. Нам задали еще один вопрос, и мои коллеги очень удачно и оперативно на него ответили, потому что вопрос был, просьба дать ссылку на ваш сайт. Контакты Юлии и контакты компании Profile Real Estate у нас в чате есть. Пожалуйста, пользуйтесь, задавайте вопросы, в том числе и по завершении нашего вебинара. Давайте несколько слов об арендных перспективах и о том, что происходит вообще на рынке аренды. Здесь обращусь к статистике турецкого ведомства Turkstat, который прекрасные данные, очень оперативно всегда делает, другим бы странам поучиться. Граждане Турции в прошлом году резко активизировались на рынке, то есть они стали покупать гораздо больше. По крайней мере, если говорить об обыке других стран, то очень часто получается, что они становятся собственниками, а сами в этих квартирах не живут, то есть они выходят на рынок арендаторов. В какой степени для Турции это так? В какой степени рынок аренды сейчас меняется? И в продолжении этого вы сказали, что с вами в самолете летели люди отдыхать в гостинике, в гостиницах. Тренд сейчас вообще какой? Собственник может рассчитывать на стабильный интерес со стороны клиентов? Да, безусловно, собственник может рассчитывать на стабильный интерес со стороны клиентов, потому что есть клиенты, конечно, кто любит отельный отдых, они никуда не денутся, то есть они всегда будут, потому что, например, есть категория людей, которые не хочут заниматься готовкой, которые не обременены, например, маленькими детками, да, которые там в отеле не все кушают, кто просто не располагает временем приехать на месяц, а приезжает на неделю. В такой ситуации, конечно, проще и выгоднее приехать в отель. Но если вы едете, например, с двумя детьми, да еще там и с няней, например, и всей семьей, да еще и на месяц, то хороший отель выльется для вас, ну, просто, ну, как бы, я думаю, что все это понимают в очень-очень высоком уровне. Хорошие деньги. Хорошие деньги, практически там в одну десятую квартиры, мне кажется, если даже не больше. Побольше, я думаю. Которые, наверное, и дороже, да. Поэтому здесь, конечно, встает вопрос о альтернативных методах, к которым, безусловно, относится аренда апартаментов. Опять-таки, я обращаю внимание, сейчас огромное количество объектов, инфраструктура и территория которых ничуть не уступает пятизвездочным отелям, то есть есть все. Аквапарк, крытый бассейн, сауна, фитнес, хамам, ресторан, свои пляжные клубы, да, то есть, опять-таки, арендуя апартаменты в этом комплексе, вы даже за шезлонги и зонтики не будете платить, потому что у комплекса есть свой пляжный клуб, где свои шезлонги, свои зонтики, пришел, полотенчиком отдыхаешь, купаешься, ничего за это не платишь. Вот, но, переходя к ценникам, да, то есть запросов очень много. Вот сейчас идет самый сезон по запросам на аренду, потому что, опять-таки, да, то есть все вот эти запросы и все брони, как правило, формируются до конца марта, максимум до середины апреля, то есть это вот самый пик, самое горячее время. Люди снимают квартиру на месяц, у нас есть клиенты, которые снимают квартиру на 2-3 месяца, особенно если кто-то издалека летит, да, например, там, с востока России, сургут и так далее. Они, конечно, вообще прилетают на длительный промежуток времени, потому что длительный перелет плюс часовая разница и так далее. То есть поэтому сейчас спрос на аренду есть. Ценник, если говорить о цене, тоже он варьируется, есть абсолютно разные квартиры на разный ценовой диапазон. У нас есть студии за 350 евро в месяц даже, грубо говоря, в такой сезон, например, в мае. Есть квартиры 1 плюс 1 в ценовом диапазоне от 550-600-700 евро в месяц, опять-таки, да, снова высокий сезон. И есть, безусловно, квартиры, те же самые 1 плюс 1 с видом на море, с поемостью которых там 1200-1300 евро. То есть, по сути, на любой запрос всегда можно подобрать какой-то вариант. Но мне вот сейчас часто начинают писать, что мы хотим подешевле, хотим в аренду, хотим на ПМЖ, и, допустим, там пишут ценники за 150, за 200 долларов. То есть, опять-таки, в месяц, да, это на постоянную, собственно говоря, если аренду на длительные. Есть кто и высокий сезон по таким ценам хочет снять квартиры, но мы, к сожалению, говорим, что это невозможно. Если говорить о длительной аренде, то на рынке иностранцев, да, то есть, вот как раз иностранцы обычно покупают в новых, хороших вот таких комплексах. Иностранцы за 150-200 долларов, но они просто не хотят сдавать квартиры даже на длительный промежуток времени, потому что они рассчитывают, ну, как бы считают человек так, я заплатил там 60 тысяч евро за квартиру, сейчас мне ее за 150 долларов в месяц сдавать, ну, как бы это несерьезно. Такая она лучше стоит закрытая, без амортизации всего. На местном турецком рынке, может быть, по такой цене что-то и можно найти, но это будет турецкий дом, это будет соответствующая мебель, это, может быть, будет даже отсутствие лифта. Вот, поэтому я как бы всем, тем, кто планирует приехать на ПМЖ именно на аренду, советую ориентироваться на срок, на сумму, прошу прощения, от 250 евро в месяц и выше. Но сейчас вот снова есть тенденция, сейчас начинается сезон. И сейчас никто из собственников не хочет отдавать квартиру на длительную аренду, потому что они понимают, что все, началось лето, они подняли свои цены, сейчас они на краткосрочной аренде получат выше. Поэтому это вот еще лайфхак тем, кто думает, собственно говоря, о переезде на ПМЖ в Турцию и кто задумывается, когда это лучше делать, это лучше делать к концу сезона. То есть в конце сезона, в ноябре, например. Потому что сейчас уже опоздали, условно говоря. Сейчас уже, ну вот у меня сейчас есть запросы, которые идут на длительную аренду, я вот прям вот собственник, вот прям вот умоляю, до этого доходит, потому что они говорят, ой, ну сейчас же как бы сейчас живут май, июнь, сейчас вот так много запросов. Вот, то есть есть варианты, но их, конечно, очень мало. В продолжении, вот насколько я знаю, вы занимаетесь постпродажным обслуживанием, то есть вы помогаете сдавать квартиру в аренду, но только те, которые сами продавали или не совсем так? Совсем так, правильно. А почему? Вот у меня все-таки вечный вопрос. Я сейчас расскажу, я сейчас расскажу, на самом деле это очень просто. Мы предоставляем послепродажный сервис для клиентов нашей компании, в том числе управление вашей недвижимостью и сдачей этой квартиры в аренду. Да, то есть, ну вот смотрите, например, вы клиент моей компании, вы купили через меня квартиру. Понятно, да, то, что я как агентство по недвижимости, я не альтруист, у нас есть комиссии, которые мы получаем. И есть, например, Иванов Иван, который купил квартиру в агентстве по недвижимости А, или там, например, пошел купил ее от застройщика, ну, неважно, да, то есть, грубо говоря, он приходит ко мне и говорит, Юль, возьми мою квартиру на аренду. Получается, что я беру его квартиру на аренду в ущерб квартиры, которые купили мои клиенты. Я заинтересована в том, чтобы сдавать квартиры своих клиентов, чтобы мои клиенты были счастливы и довольны и получали прибыль. А вы не, ну, как бы, все-таки по вашему опыту найти арендатора на квартиру сейчас сложно, но чем больше квартир, тем больше вы можете сдать, и как бы вы и ту сдадите, и ту сдадите. Почему не заработаете? Ну, потому что на самом деле у нас, вот когда мы сдаем квартиры в аренду, наша комиссия, она вот чисто закладывается для того, чтобы покрыть затраты, да, то есть покрыть налоги, потому что мы сдаем квартиру белую, и покрыть вот просто труд людей, которые занимаются этим, там, мальчиков, которые заселяют, выселяют, и девочек, кто у нас, вот у меня именно менеджеры по аренде. То есть как компания, там вообще прибыли нет, потому что мы нацелены именно на то, чтобы заполнить квартиры, и чтобы наши клиенты были счастливы и купили еще квартиры для сдачи в аренду. Отлично. Тогда вот патологичный вопрос от Руслана. А сложно ли получить лицензию на посыточную аренду? Вообще давайте немножечко об этом, поскольку вот это для многих до сих пор является откровением, что взять, купить квартиру и самому начать ее сдавать через какой-нибудь R&B или через что угодно, в общем-то, не совсем законно. Физические лица не могут получить лицензию на сдачу апартаментов в аренду. Эта лицензия получается только юридическими компаниями, и только юридические компании имеют доступ регистрации в систему КБС. Именно в эту систему вносятся и регистрируются имена и фамилии арендаторов в течение первых трех дней после их заезда. То есть физическим лицам сейчас ограничили краткосрочную аренду. Физические лица могут сдавать квартиры в аренду только следующим путем. Либо вы на длительную аренду находите арендатора, вот и заключаете договор, либо вы отдаете ваш объект в управление агентству по недвижимости, и уже агентство по недвижимости от своего лица занимается краткосрочной арендой. А есть вообще агентства, которые вообще не занимаются продажей, а просто пытаются аккумулировать у себя большие пулы? Или в Турции это не ближе? Нет, нет, нет. У нас ни в Алании, ни в Анталии таких агентств нет. В Стамбуле вообще никто не хочет заниматься арендой, потому что, как я и говорила, да, то есть сдать квартиру в аренду, это по сути, да, но провести ту же работу, что и по сделке купли-продажи, да, то есть ответить на все вопросы клиентов, предоставить свою информацию, сделать подборку квартир. То есть, когда дело касается Стамбула, то есть там, конечно, агентство по недвижимости вообще этим не занимается. Хорошо. Что бы вы тогда могли порекомендовать людям, которые вот сейчас уже являются собственниками, ну, они, например, скажем, напрямую зародщик купили, что же им теперь делать? Сдать практически, ну, как бы, во-первых, они сами точно никак не могут? Или вообще люди делают, но попадают в неприятные истории? Через Airbnb я знаю то, что есть, ну, клиенты, они загружают туда квартиры, там каким-то образом договариваются, но по сути, если этих арендаторов поймают, то штрафные санкции будут выписаны и собственнику квартиры, и арендатору. Угу. То есть, как бы, здесь, если вас реально придет проверка, проверят ваши паспорта или ваши добрые соседи, например, на вас нажалуются, что вы сдаете квартиру, такое тоже, как бы, встречается, люди все разные. То есть, если вас поймают на этом, то есть придет проверка, проверка приходит, собственно говоря, и попросят паспорта ваших арендаторов, они отдадут паспорта и их не найдут в системе КБС, ну, это грозит штрафными санкциями. Мы советуем так не делать. Окей. Вопрос от Надежды. А есть ли разница в приобретении недвижимости на физическое, ну или юридическое лицо? Какие здесь подводные камни? Может, тогда проще действительно просто взять и квартиру свою единственную взять, на юрлицо сразу приобрести? И что это должно быть за юрлицо? Несколько слов, пожалуйста, об этом. Ну, смотрите, во-первых, оформление квартиры на юридическое лицо, это возможно, но это не так просто. Для того, чтобы открыть юридическую компанию, вы должны как минимум, да, потратить на это огромное количество времени, вы должны поставить туда турецкого директора, потому что иностранцы могут открывать турецкие компании, но они не могут фигурировать директором своей компании. То есть директором обязательно должен быть турецкий гражданин. Открытие компании не бесплатно, вы должны заплатить определенную сумму денег. Это как, ну, вы знаете, вот три года назад это стоило около там трех-четырех тысяч евро. То есть сейчас я затрудняюсь, но я, если кому-то интересно, можете мне лично написать, я этот вопрос уточню и, собственно говоря, отпишусь. То есть три-четыре года назад мы с этим сталкивались, мы открывали юридическую компанию, еще одну, вот, и то есть мы заплатили вот примерно вместе с налогами, совсем, то есть там же тоже вы открываете компанию, у вас должна быть вывеска, у вас должно быть там еще определенные моменты, тут куча как бы их. Поэтому, по сути, ну, откройте вы компанию на юридическую компанию, на юридическое лицо, потратите на это, там, допустим, три тысячи евро, но это юридическое лицо не получит лицензию на ведение, ну, как бы, деятельности агентства по недвижимости. А если у вас не будет лицензии на ведение риелторской деятельности, вы все равно не сможете зарегистрироваться в эту систему ПБС. Поэтому смысла в этом абсолютно никакого нет. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Ну, он, конечно, предыдущим своим ответом вы смысл следующего вопроса немножко нивелировали, но тем не менее, вот по вашему опыту, а сколько имеет смысл вообще купить квартир, да, так, чтобы вот весь этот бизнес, ну, мог иметь какой-то смысл? Предположим, работаешь ты как агентство недвижимости, предположим, есть такая юридическая возможность. Но, видите, с одной из двух квартир ты все равно, ну, заработаешь какую-то сумму, которая, ну, крайне незначительная и не позволит тебе, ну, то есть, серьезно на этом зарабатывать. Вот при каких инвестициях вообще об этом имеет смысл задумываться? При каких инвестициях? Ну, здесь опять-таки важно не при каких инвестициях, а в какие объекты недвижимости вы инвестируете. Вы можете инвестировать иногда и 500 тысяч евро, но совершенно не в то, что нужно. И поэтому здесь очень важно инвестировать именно для, если ваша задача получения дохода от сдачи в аренду, вам обязательно нужно, да, то есть, я снова всегда говорю, прислушиваться к вашему риэлтору, потому что риэлтор будет задавать ваши квартиры в аренду. Например, люди иногда смотрят, мы говорим, ну, как бы, если вы хотите получать высокий доход, вот в нашей базе, например, не хватает такого-то, такого-то варианта, давайте рассмотрим его. То есть, и это может быть не всегда, там, за 100, за 150 тысяч евро, это может быть очень недорогая квартира, да, то есть, ну, просто, например, грубо говоря, вот у нас очень мало квартир в портфолио планировки 2 плюс 1, да, то есть, у нас всегда, если люди хотят купить квартиру на аренду, мы всегда стараемся, да, попросить их, если есть возможность, там, 2 плюс 1 приобрести, потому что 1 плюс 1 много, да, то есть, 2 плюс 1 просто меньше. Поэтому здесь, опять-таки, я говорю, важно, ну, услышать и важно инвестировать на аренду правильно, то есть прислушаться. Смотрите, тогда вы сказали, что обратиться к риэлтору, вот к риэлтору, собственно, сейчас и обращаемся, Юль, вот смотрите, есть желание купить, там, условно говоря, 5 квартир в Турции, есть, допустим, там, 300 тысяч евро, допустим, и говорю, Юля, вот я вот хочу купить так, чтобы все сразу начать сдавать. Что вы мне ответите? Что я вам отвечу? Вы хотите купить 5 квартир, во-первых, обязательно нужно сделать так, чтобы ваши 5 квартир находились в разных районах. Покупать все 5 квартир в одном районе нет никакого смысла, потому что мы должны будем с вами, соответственно, да, любой запрос, который поступает, чтобы у нас было на него предложение. То есть, я бы обязательно посоветовала квартиру в офсаларе, потому что офсалар, ну, по-прежнему, он не сдает своих лидирующих позиций для сдачи в аренду. А зимой там кто-нибудь есть? Зимой там мало кто есть, но мы изначально предупреждаем, что офсалар, конечно, он для летней, для сезонной аренды, безусловно, но сдача вашего объекта в зимний промежуток времени в первую очередь зависит от вашей ценовой политики. Если, например, вы хотите, чтобы ваша квартира не пустовала и даже несмотря на то, что она находится в офсаларе, готовы ее сдать там за 200 евро, 250 евро, то, поверьте, клиент найдется, потому что есть, собственно говоря, категория людей, которые нравятся такие тихие, спокойные районы, плюс там очень же красивые комплексы с развитой инфраструктурой и с большой территорией. То есть, это комфортно в зимний промежуток времени. Скажите, а есть ли какие-то примеры, если мы говорим, опять же, про Анталийский регион и конкретно про Аланию, когда жилой комплекс, по сути, не функционирует, ну, то есть, гостиницы же закрывают некоторые, но не функционируют, знаете, на таком уровне, вот, ей-богу, не хотел бы я жить в комплексе, где кроме меня там никого нет. А я бы так хотела жить в комплексе, где кроме меня никого нет. Нет, это в Саратове. Смотрите, здесь какой момент, я поняла ваш вопрос, здесь ситуация обстоит в следующем. Если это хороший, крупный, элитный застройщик и дорогие объекты недвижимости, там от 70, от 80 тысяч евро и выше, то даже если в комплексе, собственно говоря, там 2-3 семьи живет, вся инфраструктура функционирует. Если только на собрании, ежегодном собрании, которое делается каждый год во всех комплексах, которые проводит управляющая компания, всеми собственниками не было принято решение о том, что они вот все собрались, сказали, мы этой зимой никто не приедем вообще. Да, ну, вот так совпало. И они говорят управляющей компании, так как нас зимой не будет, давай закроем крытый бассейн, не будем его наполнять, давай не будем включать сауну, хамам, все это закроем, чтобы это не портилось, и наш айдат уменьшим с 400 лир или 500 лир до 150 лир, грубо говоря, чисто за освещение, за уборку газонов и так далее. Если все собственники приняли, больше 50% собственников приняли такое решение, то управляющей компанией ничего не останется, кроме того, как закрыть все это на зимний день. Деньги законодательно, то есть, условно говоря, тогда такая ситуация, я хочу жить зимой, и мне нравится холодная вода в моем бассейне, но при этом 50% собственников плюс один сказали, ребят, комплекс пусть существует, то есть вас кто-то выселять не будет, но как бы вот за это платить не будем, за это не будем, за это не будем. И в этом случае я просто живу как в квартире, но особой инфраструктуры уже не имею. Ну, к сожалению, здесь да, здесь такой момент. То есть, например, если вас больше 51%, и вот эта вот большая часть собственников решила, что сауна и хамам должны работать там только по субботам и воскресеньям два раза в неделю, то здесь уже только, опять-таки, я говорю, договариваться друг с другом между собой, перетягивать этот 1% на другую сторону. Понятно. Самый милый, замечательный, дивный, и прекрасный вопрос от Ирины. Она спрашивает, а вот если она хочет приехать с двумя кошечками, есть ли такой опыт вообще с животными, вот снять квартиру в долгосрочную аренду, есть ли такая практика, есть ли какие-то ограничения, и благодаря за подробный ответ. Ирина, спасибо вам огромное. Юля, вам тоже спасибо. Итак, есть ли животные? Как вообще этот вопрос решается? Не очень позитивно, если честно, потому что вот наши собственники, конечно, никто не идут на животных. Никто? Это ноль? Или там? Прямо вот ноль, да. Вот у нас сейчас, на сегодняшний момент, нет ни одного собственника квартиры, кто согласился бы на то, чтобы пустить арендаторов с домашними животными, к сожалению. Но, но, это не значит, что все такие, да, то есть, собственно говоря, есть наоборот, кто очень, как бы, позитивно и хорошо относится к животным. У нас были такие собственники, просто мы их квартиру уже сдали, тем, у кого есть животные, то есть, поэтому сейчас нету. Вот, например, один наш сотрудник, да, Константин, он снимает квартиру у нашей же, у нашего же клиента, и у него, собственно говоря, замечательная собачка Кокерс Паниель, они договорились, и никаких проблем не возникают. Тут просто, Ирин, вам придется, ну, немножко, наверное, подольше поискать тех, кто примет вас с домашними животными, хотя я говорю, часто такие запросы приезжают, люди пишут, да, и говорят, что у нас такая воспитанная собачка, замечательная, и кошечка тоже очень воспитанная, и ничего не дерет, и ничего не делает. Ну, как бы, собственников, наверное, тоже можно понять, они не здесь, они далеко, и есть вот этот вот определенный момент дискомфорта, переживают, не невозможно, но сложно. Проблема-то здесь в том, что сам человек не хочет, или в самом комплексе могут быть некие ограничения, то есть мы в комплексе не хотим? Нет, нет, что вы, что вы, собственники не хотят. На самом деле, в комплексе ограничений с домашними животными, то есть я тоже так это часто слышу, что мне рассказывают, вы знаете, в некоторых комплексах нельзя домашних животных, ну, то есть на самом деле, по турецкому законодательству ничего такого нет. Вы собственник своей квартиры, вы в своей квартире какую угодно домашнее животное можете держать, нахуй с поросенком, никто вам об этом ничего сказать не может. Нет, смотрите, как собственник понятно, а как арендатор, вот предположим, мне собственник разрешил, я приезжаю, никто ничего сказать вам не... Нет, нет, если собственник вам разрешил, вы приехали с двумя кошечками, никаких проблем у вас не возникнет, совершенно спокойно вы с этими кошечками можете проживать. Окей, вопрос поступил, уже коллеги ваши отвечают, но давайте вслух тоже здесь ответим, помогаете ли вы с получением ВНЖ и что значит помогаете, если помогаете? Конечно, безусловно, вот мы говорили, мы обсуждали о том, что наша компания предоставляет всесторонний послепродажный сервис для клиентов нашей компании, в том числе и помощь в оформлении вида на жительство, то есть, причем независимо, арендуете вы через нас квартиру или же вы там купили через нас квартиру и планируете оформить вид на жительство, мы этот спектр услуг предоставляем. То есть, что это значит, когда вы получили ТАПУ, мы вас возьмем, отвезем в, собственно говоря, в компанию, которая занимается взятием рандеву в миграционной службе, они помогут вам по документам все сделать, сделаем подачу в систему, в миграционную службу, вам выдадут рандеву, на это рандеву мы наших клиентов отвозим обязательно потом. Единственный момент, конечно, не всегда нам удается их потом дождаться с выхода с этого рандеву, потому что иногда просто есть очередь, и это занимает определенное количество времени, но все наши клиенты очень как бы в этом плане лояльны и с пониманием относятся к нам, то есть им достаточно того, чтобы мы просто отвезли их на рандеву, а с рандеву они уже кто как, кто общественным транспортом пользуется, слава богу, в Турции, в Алании замечательно развита система общественного транспорта, кто такси, кто пешком ходит. Кто на вертолете? Кто на вертолете? Кто на вертолете. Про животных понятно, а как относятся к маленьким детям? Вот сдать в аренду, если ребенку там 3-4 года, а если еще меньше, если... Здесь никаких ограничений абсолютно нет. Нет, не ограничений, а со стороны собственников. Нет ли такого, ну, некого предубеждения, что с маленькими детьми лучше не надо? Нет. Нет. Естественно, в первую очередь, то есть мы даже, когда продаем квартиры на аренду, мы всегда говорим нашим собственникам, что Турция – это море, это семейный отдых, это отдых с детьми. То есть люди выбирают Турцию и Аланию именно из-за Средиземного моря, да, то есть, поэтому, естественно, что практически в 80% случаев наши арендаторы именно с детьми. У кого-то совсем маленькие детки, у кого-то постарше детки, бывали ли фарс-мажорные ситуации, да, когда мы сдаем квартиру в аренду с детьми, да, конечно, безусловно, мы приехали один раз, собственно говоря, сдавать, ну, принимать квартиру, смотрим, а на диване такие художества прям очень здорово аж засмотрелись. Но в этом плане и наши арендаторы, да, то есть как-то вот тьфу-тьфу-тьфу, нам везет и очень, как я и говорю, то есть, девушка сказала, что давайте закажем химчистку этого дивана, пускай приедут, все сделают, я все оплачу. То есть таким образом вот все остались довольны. Кстати, такой вопрос, как и может или должна осуществляться страховка? Вот хорошо, если я сдаю свою квартиру, ну, всякое может быть и не всегда арендатор чистоплотен и случаи, они бывают разные, в старом анекдоте, но тем не менее. Ну, во-первых, то, что касается арендаторов, наша компания обязательно присутствует на заселении, мы обязательно присутствуем на выселении с проверкой квартиры и мы обязательно при заселении берем депозит на случай вот тех самых фарс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть. То есть в нашем контракте на аренду прописано, что если какая-то фарс-мажорная ситуация, то сумма депозита не возвращается обратно. Вот, то есть этот первый момент, вы защищены депозитом, собственно говоря. размер депозита будет зависеть от наполнения вашей квартиры, да, то есть опять-таки есть квартиры класса люкс, то есть и собственник говорит, я без депозита 500 евро не буду никого заселять, есть квартиры более скромные, скажем так, да, где, собственно, говорит, там 150 евро депозита не хватает. Мы об этом обязательно всем нашим арендаторам говорим на берегу. Они выбирают квартиру, то есть там несколько квартир выбрала, которые им заинтересовали, и мы ей говорим, то есть здесь вот такие-то условия, вот такой-то депозит, вот оплата такая-то, это то-то, это то-то, и то есть мы уже сразу, то есть человек уже сразу выбирает, что ему, собственно говоря, по душе, что ему подходит по бюджету, по материальной составляющей. Окей, смотрите, друзья, во-первых, если есть какие-то вопросы, дополнительно, пожалуйста, задавайте, а мы сейчас давайте перейдем к следующей, ко второй части нашего вебинара, несколько слов поговорим о конкретных предложениях, так, вот давайте сейчас сразу вопрос пришел, и потом мы покажем конкретные предложения, на которые Юля и ее компания хотели бы сейчас обратить ваше внимание в сезоне 2021 года. Вопрос от Анны, какую квартиру выгоднее рассматривать для покупки, полностью мебелированную или лучше, или можно допустить вариант самостоятельной меблировки. Здесь, опять-таки, Анна, благодарю вас за вопрос, очень хороший вопрос, и это прям один такой из топовых вопросов, которые мы получаем. На самом деле, здесь просто нужно смотреть на ту квартиру, которая понравится вам, по месторасположению, неважно, да, там с мебелью она будет, без мебели она будет, потому что, опять-таки, у нас послепродажный сервис, да, то есть наши специалисты, наши специалисты обязательно помогут вам полностью приобрести полный пакет мебели, бытовой техники и проконтролируют доставку и установку в вашу квартиру. Причем, я говорю, в Турции замечательная система, когда вы приобретаете, например, ту же самую мебель или бытовую технику, в стоимость уже входит и доставка, и установка. Это не так, как мы привыкли. Купил холодильник, собственно говоря, отдельно заплатил за доставку, тебе его доставили и поставили около подъезда. Ну, холодильник еще не самое страшное. А ты даже еще. Холодильник еще не самое страшное, сложнее с посудомойкой и, например, там, с постиральной машиной. То есть здесь, я говорю, здесь этого нет. То есть вы пришли, выбрали пакет бытовой техники, оплатили, и мы уже полностью, да, то есть потом проконтролируем доставку и установку, это будет абсолютно бесплатно здесь. То же самое и с мебелью. Единственный момент, да, то есть на который я обращаю внимание, если вы хотите купить и сразу сдавать, да, то есть прям вот купили, подписали договор на управление и чтоб она у вас уже была и на сайте, и в рекламе, везде, конечно, это мебелированный вариант, потому что, если это пустая квартира, хоть и не ваше время, но наше время все равно будет потрачено. С бытовой техникой никаких моментов нет, да, то есть ее покупаешь, через два дня ее все устанавливают. С мебелью дела обстоят немножко сложнее, то есть как я уже обращала внимание, в Алании нет производства, да, то есть никаких производств, ни промышленности, ничего нету, поэтому мебель, как правило, нужно будет подождать, то есть все мебельные фабрики, большинство находятся в Стамбуле, в Бурсе, вот, то есть вы приходите в мебельный магазин, здесь огромный выбор, вы выбираете, а дальше от двух недель до полутора месяцев вы можете ждать, собственно говоря, когда вашу мебель изготовят и доставят и установят. Поэтому здесь вот разница только в этом, если вы как бы сразу хотите, чтобы все работало, покупаете мебелированную квартиру, но если вам по душе пришлась пустая квартира, то ничего страшного абсолютно в этом нет, вы ее обставите, твой мебель, которая вам понравится. Мамед задал вопрос и потом тоже уточнение, вот он спрашивал про Трамзон, по-моему, если я правильно помню, а сейчас у него вопрос, вы занимаетесь вообще, Юль, недвижимостью на Черноморском побережье, курортной, или там есть? Смотрите, мы занимаемся недвижимостью по Стамбулу, да, у нас есть недвижимость в Стамбуле, Стамбуле, да, и, соответственно, там же есть как бы объекты, которые находятся на Черноморском побережье, поэтому я, момент, да, по-моему, Мамеда попрошу мои контакты, вы видите выше, вы, пожалуйста, напишите мне на WhatsApp, куда вам удобно, и я ваш контакт перешлю нашим коллегам по Стамбулу, и они с вами созвонятся и проконсультируют вас полностью по Черноморскому побережью Стамбула. Не вопрос, Мамед, если будут какие-то уточнения, можете или там, ну, тоже впрянно писать, мы, соответственно, тоже контакт передадим, но... Да, конечно. И свяжем вас с специалистами. Почему цена на квартиру указана в евро, а не в лирах? В какой валюте цена в договоре? В договоре та цена, которая указана, естественно, на сайте, да, то есть, если это евро, то вообще цены вот в нашем регионе, где мы находимся, цены идут в евро. То есть, я тоже часто отвечаю на этот вопрос, в лирах сейчас никто не хочет. Строительные компании продают в евро. Здесь в Алании очень много европейцев, которые в свое время покупали в евро, и, естественно, если вы сейчас им предложите турецкие лиры, они скажут, зачем мне это нужно, да, я хочу продать, уехать в свою Финляндию, Швецию, Данию и так далее, что я там буду делать с вашей турецкой лирой? Вот, поэтому в лирах цены могут быть только на, как я говорю, обычно какие-то старые объекты по недвижимости, старые очень турецкие дома без инфраструктуры и где вот пожилые турецкие собственники, которые настороженно относятся к любой валюте, да, то есть, грубо говоря. А так вообще цена фиксированная в евро и в договоре указывается та же цена. Кто платит комиссию, был вопрос, видимо, я понимаю, речь идет о сдаче комиссии в случае, значит, еще разочек, комиссию платит продавец, покупатель комиссии не платит, а я правильно понял этот вопрос, Михаил, кажется, задал, или вопрос касался комиссии, связанных с арендой? Я думаю, что, скорее всего, вопрос Михаила касался именно комиссии, да, то есть, при покупке, да, то есть, потому что часто тоже у нас спрашивают, вот есть наш сайт, цена на сайте стоит, и люди спрашивают, да, то есть, это как бы конечная цена или мы вам еще будем что-то должны сверху ваши агентские, то есть, я все время обращаю внимание на то, что на сайте у нас указаны для покупателя конечные цены, комиссию нам оплачивают, собственно говоря, продавцы. Он про аренду спрашивает, Михаил, а вот если аренда, кто кому за что платит? Кто кому за что платит по аренде, то есть, если мы говорим об аренде, то комиссия, она уже тоже точно так же входит в ту стоимость, которая указана на нашем сайте, то есть, это цена с учетом нашей комиссии, за которую мы оказываем вам тот сервис, о котором я рассказывала, там, встреча, помощь, проводы и так далее. Смотрите, я хочу купить, я купил квартиру и хочу сдавать ее, условно говоря, по 35 евро в месяц. И вы смотрите, что цена, в общем, условно говоря, разумная более-менее в рынке. Вы эту, чтобы я получил на руки 35, вы какую цену будете выставлять? Или я буду получать, или вы будете получать 35, из них 30 мне отдавать? Вот это имеется в виду, как это работает? У нас нет, у нас немножко не такая система, у нас есть, то есть, я говорила, помните, что мы заключаем договоры на управление. В этих договорах мы прописываем две цены, цена в летний промежуток времени и в зимний промежуток времени за месяц. Да, то есть, мы обсуждаем, что, например, есть квартира на пляже Клеопатры в новом элитном комплексе и стоимость ее в летний промежуток времени составляет, например, 900 евро, грубо говоря, а там в зимний промежуток времени такая квартира будет стоить 450 евро. В неделю. В месяц, мы в месяц как бы берем эти цены, мы эти цены обговариваем, вносим в контракт и потом к этой цене, выставляя на сайт, мы прибавляем уже нашу комиссию, она варьируется примерно от 150 до 200 евро, то есть, грубо говоря, на сайте эта квартира будет стоять по цене, если на 900 мы с вами договорились, 1050. То есть, в эту комиссию, как я и говорила, сюда уже входит и налог, который мы оплачиваем, и труд сотрудников, и тот сервис, который вы получаете. Смотрите, ну хорошо, 1050, а если предположить, что я, ну, квартиру вам удалось сдать не месяц, а вы сдали, допустим, две недели, ну тогда, соответственно, рассчитывается следующим образом, ваша есть цена, которую мы заключили, да, на которую мы заключили контракт, мы ее делим на количество дней и сверху также прибавляем нашу комиссию, то есть, наша комиссия остается неизменной, потому что у нас не меняется спектр услуг, которые мы оказываем клиентам, независимо от того, на три месяца вы приехали, или же вы приехали на семь дней. У меня точно так же сотрудник ездит на заселение, на выселение, этот запрос, грубо говоря, по аренде точно так же обрабатывает менеджер по аренде, мы точно так же оплачиваем налог, поэтому наша комиссия, она неизменна. то есть, ваша комиссия, по сути, абсолютная цифра, а не относительная. Да, наши, прошу прощения, ничего страшного, понимаем, что у нас, я говорю, сейчас самый такой активный. Горячий сезон. Но мы скоро уже отпустим еще несколько вопросов. Нет, ничего страшного. Есть ли у вас квартира в Ларе? А можно я отвечу, у вас наверняка есть квартира в Ларе? Да, конечно. У нас есть объекты недвижимости по Анталии, но район Лара на сегодняшний момент в Анталии является одним из самых престижных и дорогих районов, поэтому там совсем не низкий ценник, да, то есть, он гораздо выше, чем... С чем его можно сравнить? Ну, ну, смотрите, с чем его можно сравнить? В Алании, вы имеете в виду? Ну, например, да, например, в Алании. С центром Алании, то есть, это очень престижно. То есть, именно с районом Клеопатры и, может быть, с районом Оба, да, да, конечно. А престижный почему? Собственно, я просто один раз, сколько, три года назад, крайний раз, когда был в Турции, я как раз отдыхал именно в Ларе. Ну, может быть, это разная Лара была, там были гостиницы. А где вы отдыхали? Слушайте, назывался какой-то Гранд Парк Лара, 15 минут от аэропорта, там стройки было много, стройки было очень много. Это не Лара. Если 15 минут от аэропорта, если много стройки, то вам продали под маркой Лара район Кунду. Вот, район Кунду, это совсем другой район, то есть, да, поэтому он вам и не понравился. Лара очень благоустроенный район, он находится, получается, на скале, очень большое количество парков, Дуден водопад, там же находится, потрясающе красивый, торговые центры, Террасити, то есть, все это в этом районе, и там есть комплексы, тоже с большой зеленой территорией и с потрясающим видом на море. А в названии отеля даже фигурировало слово Лара, ну зачем вы так меня расстроили? Не знаю, Лара. Ну, Лара не 15 минут, если там была стройка, это точно Кунду. Там было много стройки, собственно, я-то жил, слава богу, не на стройке, был вполне очень качественный там отель, все, никаких проблем не было, но вот шаг влево, шаг вправо, там действительно строительства было довольно много. Окей, Кунду, отлично. Теперь давайте несколько слов поговорим, что успеем, несколько слов о, объектах. У нас кадров тут безумное количество, мы разбили все объекты, которые Юля и ее компания представили, на три группы. Начнем с первой. Это те объекты, которые, собственно, вы строите, ваша компания как застройщик здесь выступает, я правильно понимаю? Да, давайте несколько слов буквально, что это такое, когда вы начинаете и так далее, если уже начали. Да, конечно, я сейчас буквально расскажу в нескольких словах, потому что я понимаю, что информация по объектам, она менее интересна для нашей с вами аудитории, чем ответы на вопросы, на какие-то вот такие общие темы, поэтому, как говорится, голопом по Европам, просто пробежимся, чтобы у вас хотя бы было представление о том, какие проекты есть в Алании на рынке недвижимости, по какой цене. Этот проект находится в центральной части Махмутлара на расстоянии 250 всего лишь метров от моря, недалеко от Большого Мигроса на улице Барбароса. Те, кто был в Махмутларе и те, кто ориентируется, наверняка поймут уникальность месторасположения комплекса. У нас в этом комплексе представлены квартиры различных планировок 1 плюс 1, 2 плюс 1 и есть дуплексы планировки 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Продажи этого проекта стартовали буквально полтора месяца назад и сейчас у нас уже более 75% от комплекса продано. Как я говорю, благодаря именно вот такой вот потрясающей локации. Кстати, здесь вот прописаны, видите, номера ID 5398. Если кого-то заинтересует проект, вы можете себе пометить номер ID и у нас очень удобная поисковая система на сайте. Введя номер ID, получить полную подробную информацию и посмотреть гораздо больше фотографий и даже видеообзоры у нас на эти комплексы представлены. Полностью развитая инфраструктура в этом проекте и стоимость у нас с вами от 58 тысяч евро с возможностью беспроцентной рассрочки, очень длительной до конца 2022 года, до декабря 2022 года. Окей, идем дальше. Да, вот это проект в центре Алании для тех, кто хочет инвестировать именно в центральную часть города. Изюминка этого проекта в том, что здесь есть скрытый бассейн. Это не часто бывает в комплексах, которые находятся в центре Алании. Здесь у нас представлена квартира планировки 1 плюс 1, квартира планировки 2 плюс 1. Минимальная цена от 78 тысяч евро. Те же самые условия по беспроцентной рассрочке. 30% первоначальный взнос и до конца 2022 года у нас беспроцентная рассрочка. Центр Алании это что? Что, простите? Центр Алании это что в данном случае? Центр Алании это пляж Кейкубат, 500 метров до пляжа Кейкубат. То есть Аланийский полуостров делит Аланию на две части, да? То есть если мы стоим лицом к морю, у нас с правой стороны идет пляж Клеопатр. Прочеркнулся 3 километра. С левой, прошу прощения. С правой, да, все правильно. С лицом по правой. Да. С левой стороны после Аланийского полуострова идут пляжи Кейкубат, которые тоже очень благоустроены, имеют мелкий пологий вход в воду. И то есть очень красивую набережную тоже. Набережная там прекрасная, но камней там чуть больше. Смотря какую часть рассматривать. Если вот брать ту часть, которая уже приближается к обе, то да. Если брать ту часть, на которой находится именно наш проект, мы ближе к порту. И там как раз-таки, да, то есть очень мелкий и пологий вход в воду. Вот так, несколько 3D-фотографий. Это мой следующий уже проект. И ID у него 05536. Да, это следующий проект на первой береговой линии в Каргаджаке. Это, конечно, проект уже класса люкс, это проект премиум. Здесь у нас ценник, ввиду того, что первая линия и проект очень высокого уровня, уже от 116 тысяч евро на квартиры планировки 1 плюс 1. И здесь, возможно, беспроцентная рассрочка до 2023 года, примерно до середины 2023 года. Перед вами представлены 3D-фотографии. Здесь есть крытая парковка. Здесь есть открытый и крытый бассейн, тренажерный зал. Ну, словом, вся инфраструктура полностью. Мерседес в подарок, судя по картинке, да? Что, простите? Мерседес в подарок, судя по картинке. Нет, Мерседес не в подарок, просто у нашего архитектора Мерседес, и поэтому он везде, когда рисует проект, он везде обязательно рисует Мерседеса. Примеряет под себя. Да-да-да, чтобы его машина там хорошо поместилась. Ну, Арди, как Киргаджак и Киргаджак, для тех, кто не знает, это самая-самая восточная часть Алании как курорта. Самая-самая восточная часть Газипаша. А Газипаша, ну, да, но это уже совсем-совсем туда, еще километров 20 проехать нужно. От Киргаджака еще 35 нужно проехать, чтобы попасть в Газипашу. Вот. Поясните, пожалуйста, Марк спрашивает, что такое 1 плюс 1, 2 плюс 1? Конечно, Марк, 1 плюс 1 и 2 плюс 1 означает планировка. Да, кстати, моя ошибка перед тем, как переходить на проекты, я всегда стараюсь, да, пояснить терминологию, которую я буду использовать. То есть в Турции принята терминология 1 плюс 1 и 2 плюс 1. 3 плюс 1 и 4 плюс 1, соответственно. Что такое 1 плюс 1 и 2 плюс 1? Это салон, совмещенный с кухней американского типа, плюс количество спален. Если это 1 плюс 1, значит, в вашей квартире будет зал, совмещенный с кухней американского типа, плюс 1 спальня. Если это 2 плюс 1, соответственно, зал, совмещенный с кухней американского типа, плюс 2 спальни. Если это 3 плюс 1, я думаю, все догадались, что это 3 спальни. Это то, что касается планировки И еще, друзья, я хочу обратить ваше внимание на то, что вся площадь, которую я называю, которую вы видите в презентации Я не подробно останавливаюсь, чтобы ваше время не занимать Вся площадь, которая у нас указана и на сайте, и в презентации, это площадь брутта Это общая площадь Здесь очень важный момент, потому что часто бывает так, что люди смотрят, если мы на это не обращаем внимания То есть мы там говорим, ну, квартира 2 плюс 1, 120 квадратных метров И люди думают, что сейчас они придут, и прям вот 120 квадратных метров у них будет такая огромная квартира Здесь на самом деле площадь брутта в Турции, она от площади нетта, чистой площади, которая внутри квартиры И к которой привыкли мы с вами, она будет отличаться от 10, иногда до 25 квадратных метров Потому что что? Что, простите? Потому что что? Потому что вы становитесь в Турции собственником не только объекта недвижимости, но и земли Поэтому здесь площадь считается по внешнему периметру стен в вашей квартире То есть туда входят и стены, и балконы в эту площадь, все полностью Так, ну окей, хорошо, давайте у нас еще следующий проект есть Я прям еще пару слов скажу по Каргаджаку Наш проект подходит тем, кто собирается инвестировать для получения турецкого гражданства То есть мы делали экспертную оценку, и у нас очень высокие там будут кадастровые стоимости Поэтому если вы рассматриваете вариант инвестирования с целью получения турецкого гражданства, то обратите внимание на этот проект Следующий проект, который сейчас будет в небольшой доме, находится в центре Алании Я по этому проекту рассказывала уже в ходе нашего вебинара Помните, я говорила, что мы готовы предоставить беспроцентную рассрочку У нас осталось два пентхауса больших, 2 плюс 1 и 3 плюс 1 И здесь возможно купить пентхаус в центре Алании, в новом комплексе Который у нас был закончен в прошлом году с помощью беспроцентной рассрочки Это живые фотографии, это не 3D, то есть это вот так вот выглядит наш проект И здесь у нас от 120 тысяч евро стоимость на дуплексы, 30% оплачиваете, переоформляете уже на себя свидетельство о собственности Живете, наслаждаетесь и оплачиваете в течение 12 месяцев Не забывайте оплатить остаток суммы Не забывайте, да, но мы вам напомним, даже если вы забудете, обязательно мы напомним Это само собой И проект Проект Махмут Лари, 250 метров от моря Это тоже новый проект, который был закончен и сдан в эксплуатацию именно в прошлом году Здесь представлена квартира планировки 1 плюс 1 и 2 плюс 1 Это тоже живые фотографии Здесь от 60 тысяч евро стоимость на квартиры планировки 1 плюс 1 57 квадратных метров общая площадь И здесь также возможно предоставление беспроцентной рассрочки от 6 до 8 месяцев При первоначальном взносе 50% от стоимости Окей, значит, вот сейчас мы с вами говорили, Юль, о тех проектах, которые строит ваша компания Вы как застройщик, а не как агентство Теперь переходим к тем проектам, совсем кратенько пробежимся Те проекты, которые вы выбрали как инвестиционные варианты То есть давайте тогда в двух словах, когда вы говорите лучше инвестиционные Это что? Они не подешевеют, что их сдавать в аренду можно легко, это что? Инвестиционные проекты, это проекты, которые находятся на этапе строительства И которые мы отобрали, да, то есть по принципу, что они на момент окончания строительства Своим инвесторам действительно принесут прибыль Да, то есть, как я вот тоже всегда рассказываю, часто, иногда на стадии строительства, грубо говоря Не всегда этот проект на момент окончания строительства Может принести вам хорошую инвестиционную прибыль То есть именно разницу от начального этапа строительства На момент завершения строительства То есть она будет, да, прирост, ну он может быть там 10%, а есть проекты, которые могут вам принести от 30 до 40 и даже до 50% прибыли Вот, поэтому, естественно, как бы мы выделили их в эту категорию для того, чтобы вам показать И еще в этой же категории у нас инвестиционные проекты У нас есть несколько проектов, на которые мы взяли у строительной компании Интересные скидочные условия То есть мы сейчас просто показываем, да, проекты, которые мы отобрали и для вашей презентации И одновременно с этим, может быть, вы знаете, Филипп, буквально неделю назад у нас тоже был вебинар Который я проводила именно для всех желающих Я провожу бесплатные вебинары на регулярной основе Поэтому можете следить за нашим сайтом Там регулярно появляется информация о том, когда состоится следующий вебинар Вот, то есть там есть несколько проектов, на которые мы взяли интересные скидочные условия Перед тем, как мы покажем про них, еще два вопроса При покупке недвижимости удаленно делается просто перевод денежных средств Или выписывается счет за конкретную недвижимость? Делается перевод денежных средств на реквизиты, которые указаны в договоре купли-продажи Счет за конкретную недвижимость здесь не выписывается То есть вы будете делать перевод, иностранный перевод, да, там на ИБАН, который будет предоставлен И который будет прописан в договоре Занимается ли ваша компания продажей вилл и домов? Да, конечно, можете перейти на наш сайт. С левой стороны у нас очень удобный и развернутый поисковик. Можете выбрать там, что вас интересуют виллы, и наше предложение по виллам сразу появится на вашем экране, и вы сможете изучить, что есть в нашем портале. Побежали местные жители и иностранцы за виллами? Говорят, по всему миру побежали, потому что не хотят в квартирах жить больше. Побежали, побежали, да. Люди в 200-метровых квартирах больше не хотят жить в тесноте. То есть бояться, не бояться, а прощение такое есть. Лучше что-то свое от а до я, да? Да, сейчас я говорю, знаете, раньше виллы так не продавались. Не продавались. И не так много было, объективно говоря, относительно. Да, мы всегда наоборот советовали, если приезжает клиент и говорит, что он просто для отдыха, мы наоборот, советовали покупать не виллы, а апартаменты в комплексе, потому что это более комфортно. Любой дом требует ухода, да? То есть дом – это дом. Дом без хозяина – это не дом. То есть он начинает, постоянно в нем начинает что-то происходить в этом доме. Поэтому, естественно, если это как бы цель отдыха, то мы часто рекомендовали рассмотреть апартаменты в комплексах. Но в последнее время, я говорю, у нас была пара клиентов, которые тоже интересовались приобретением именно вилл. И причем онлайн один клиент у нас приобрел. И вот такая ситуация, он выбирает дом, например, мы смотрим, смотрим, он выбрал два дома, пошел думать с женой советоваться. Говорит, я надумал дом. А зря. Да, говорит, я надумал вот это. Мы звоним, продано. Следующая ситуация. Выбирает снова какой-то дом, ну, стал советоваться. Сейчас он говорит, подумаю, сейчас буду отправлять залог. Уже собственник звонит, у меня вот тут клиент, вот сейчас он будет отдавать деньги. Я говорю, никогда бы. Знаете, мне стыдно клиенту сказать, что, ну, как бы у вас сидит клиент тоже и дает залог, потому что мне просто клиент скажет, да ты обманываешь, да, ты сейчас меня просто, ну, подталкиваешь к продаже. Он говорит, да нет, вот фотография, пожалуйста, отправляют. То есть, да, действительно, спрос на виллу очень увеличился. А я всегда говорил, не надо советоваться с женой. Посоветовался с женой, вот, и все, и виллу потерял. Прекрасно, прекрасно. Мужем тоже в таких случаях. При покупке квартиры в жилом комплексе. То есть, инфраструктура уже включена в стоимость или нужно дополнительно оплачивать? При покупке в жилом комплексе, та инфраструктура, которая находится на территории вашего комплекса, все собственники этой инфраструктурой могут пользоваться. За нее вы будете, за пользование этой инфраструктурой, вы будете оплачивать стоимость ежемесячного обслуживания, да, Айдат это называется в Турции. И вот Айдат как раз-таки будет зависеть от наполнения, от ассортимента и количества этой инфраструктуры. Сразу скажу, да, по ценам, может быть, кому-то будет интересно. А, это очень интересно. Интересно. Если у вас дом в среднем, да, то есть на территории которого небольшой зеленый сад, бассейн, небольшой фитнес, то есть стоимость ежемесячного обслуживания начинается от 150 лир в месяц. В евро? В евро сейчас не скажу, могу легко перейти на рубли, потому что сейчас удобно. Это по-2 тысячи рублей, грубо говоря, получается. По-2 тысячи рублей, но где-то чуть меньше 20 евро. Кстати, а такой дурацкий вопрос. Если у кого-то однокомнатная квартира, у кого-то 3 плюс 1, но в одном и том же комплексе, айдат за общее будет одинаковый? Есть некоторые комплексы, где для дуплексов, для больших квартир с планировки 3 плюс 1 и 4 плюс 1, например, если это дуплексы, стоимость айдата может разниться. То есть для обычных квартир, например, это 50 евро, для дуплексов строительная компания или управляющая компания устанавливает айдат, например, 60. То есть, опять-таки, если и разница будет, она там будет на 10 на 15 евро. Но не так, что если вы в 1 плюс 1 вы платите 50 евро, а если у вас 3 плюс 1, вы платите 150 евро в месяц. То есть, как бы разница может быть, но небольшая. Могу ли я как-то уменьшить айдат, если я понимаю, что в течение полугода жить там не буду и квартира будет не функционировать? Нет, нет. То есть, это исключено, потому что, опять-таки, тут тоже, в принципе, все логично. Даже если вы своей квартирой пользоваться не будете, у вас есть соседи и другие собственники, которые пользуются в этот момент квартирами и инфраструктурами. Поэтому стоимость ежемесячного обслуживания айдата оплачивают все собственники. Окей. То, что хотели показать 3 минуты назад, инвестиционный проект. Давайте голубым по Европам, точнее, по Турции. Смотрите, вот такой шикарный, замечательный проект в Соларе. Сразу хочу обратить внимание на ценник. То есть, мы рекомендуем этот проект тем, кто хочет купить квартиру в комплексе с развитой инфраструктурой отеля, но вложить в это минимальное количество денежных средств. Здесь вот ценник код 38 тысяч евро. Очень красивый проект. А в Солар шикарные песчаные пряжи. Когда будет достроен? Он будет достроен у нас также в 2022 году. И на весь этот срок вам еще и дадут беспроцентную рассрочку при первоначальном взносе 30-40% от стоимости. Поэтому, кто хочет минимум вложить, максимум получить, вот ID 5219 на нашем сайте. Это уже тоже. Это я, что уже видел. Это вы, Филип, уже, да, уже все видели. Таких, как я, тут, может быть, не так уж и много. Рассказывайте об этом. Здесь, смотрите, новый элитный проект на начальном этапе в историческом центре Алании. Здесь вот буквально, буквально вот я сижу и смотрю настройку этого проекта, потому что он находится прямо напротив нашего офиса. От 84 тысяч евро здесь стоимость квартир 1 плюс 1, 350 метров до самого разрекламированного пляжа Клеопатры, да, до... Вам он не нравится Клеопатры? Почему так сказали? Разрекламированного, с негативным подтекстом. Нет, ну что вы, ну то есть люди все разные. Мне больше нравится пляжик Аркаджака, я привыкла быть честной. Я больше всего люблю Инджикум. Инджикум? Я тоже люблю Инджикум, но немножко далековато. Далековато, далековато. Я в Тосмуре проживаю сама в районе Тосмур, поэтому как бы я нахожусь посередине. Я могу поехать и на пляж Клеопатры, у меня плюс-минус одинаковое расстояние, могу поехать на пляже Кргаджака, но я предсвечаю поехать в Кргаджак. Маренький, Сергей, уточняющий вопрос, раз уж вы о Тосмуре сказали. А непосредственно в самом Тосмуре, вот если прямо пойти к морю, там не самое хорошее, да? Нет, нет, не в этом дело. В Тосмуре тоже очень хорошие пляжи, да, то есть, например, вот когда у меня мама, мама у меня когда приезжает, она тоже отдыхает в Тосмуре, мы такие прям все вот уже много лет живем в Тосмуре, этот район любим, и мама у меня просто вот они ходят по прямой, да, куда они спускаются на эти пляжи. Но когда я иду на море, а случается это крайне редко, может быть там 2-3 раза за все лето, и как правило, да, опять-таки тот же промежуток времени, когда у меня здесь мама, то есть ввиду того, что у нас машина, конечно, хочется поехать куда-то в другое место. И на самом деле, вот те люди, кто уже обжился, кто постоянно, ну, долго приезжают, отдыхают, проживают в своих апартаментах, многие, кстати, ездят на какие-то разные пляжи, ну, просто потому что надоедают все время ходить по прямой, и ради разнообразия можно съездить куда-то в другое место. Я не скажу, что вы меня удивили, но убили точно, что всего 2 раза в год бываете на море в Турции, в общем. Нет, и главное, что это очень понятно, да, вы там живете, у вас совершенно другие интересы, я вот... Ну, это не потому, что я не люблю море, просто у меня не отпускает работа, многие знают, что у нас в частном секторе по всей Турции 6-дневная рабочая неделя с понедельника по субботу, да, то есть как бы с понедельника по субботу исключена, исключен поход на море, собственно говоря, а остается, когда одно воскресенье, как правило, всегда какое-то, либо куда-то едешь, либо что-то нужно сделать, либо просто хочется наоборот вообще ничего не делать, никого не видеть и никуда не ходить, поэтому вот так и получается. Понятно. Смотрим дальше, значит, это у нас дом в историческом центре Алании, все прекрасно, вот это он есть. Вот, интересно, и тоже буквально пару слов скажу, это проект, который предлагает отельные номера с гарантированной арендой, и эти отельные номера идут для получения турецкого гражданства. При покупке двух отельных номеров вы можете оформить турецкое гражданство и еще 7-10% гарантированной аренды получать в этом комнате. На какой срок они гарантируют? Они дают, у них, смотрите, у них варьируется, у них есть на год гарантированная аренда, есть на 2 года гарантированная аренда, а есть на 3 года гарантированная аренда, и все зависит от того, сколько отельных номеров вы у них купите. Поэтому вот так вот заинтригую. А потом? А потом что? Ну хорошо. Потом они подписывают договор с пролонгацией, просто почему как бы подписываете договор с пролонгацией, все-таки дольше, чем на 3 года, ну сложно загадывать, какой будет рынок. В нашем случае на полгода тяжело. Да, то есть тут не то, что они потом вам не будут платить гарантированную аренду, просто может измениться вот этот вот процент гарантированной аренды. Понял, смотрим дальше. Грандиозный проект Алани покидаем и Махмутлар. Вот здесь очень интересный проект, вот я про него говорила, он уже находится на завершающем этапе строительства, хорошая локация, будет закончен полностью в июне этого года, очень интересные, хорошие планировки у квартир, планировки 1 плюс 1. И здесь строительная компания для клиентов, нашей компании дает скидку 5% при приобретении апартаментов и при оплате в течение полутора месяцев всей суммы, то есть это такая хорошая, очень приятная скидка. Вообще очень хороший гибкий застройщик, вот сейчас следующий проект будет от него же, на нулевом этапе строительства, вот обратите внимание, ценник 45. Здесь расстрочка предусмотрена до декабря этого месяца, но опять-таки, если вы... До декабря этого года. В декабре этого года, прошу прощения, до декабря этого года, но если вы опять-таки в течение месяца или полутора произведете всю оплату, то вам также 5% строительная компания сделает скидку, если вы являетесь клиентом нашей компании. Это дивно. Смотрим дальше, переносимся в район оба, да, то есть чуть ближе к центру. Чуть ближе, Филипп, этот проект вы тоже знаете. Да, да, да. Да, на сегодняшний момент для тех, кто планирует переезд на ПМЖ и кто планирует приобретение недвижимости именно для ПМЖ в Алании, я советую на этот проект обратить ваше внимание, потому что он находится в обе, да, то есть постепенно центр города, да, не исторический центр, а весь центр Алании смещается в сторону района оба, там у нас сейчас и государственная больница туда переехала, и муниципалитет там откроется, и все торговые центры в той части находятся, все самые лучшие частные школы находятся именно там, и здесь огромная территория, вы сами видите, для центра города проект такой большой территории, это действительно редкость, и самое главное, здесь огромное количество квартир различных планировок, 1 плюс 1, 2 плюс 1, садовые дуплексы, пентхаусы, 3 плюс 1 с отдельной кухней, 3 плюс 1 с американской кухней, и очень хорошая цена от 55 тысяч евро с возможностью рассрочки до сентября 2023 года, поэтому прям вот от души рекомендую этот проект, в плане инвестиций выиграете, у вас точно на 30% как минимум возрастут цены, и сами потом останетесь довольны. Так, Кыргаджак, да, Кыргаджак, пару слов о районе, это экологически чистый, элитный, престижный район, там огромное количество новых элитных комплексов с видом на море, и вот пример одного из них, от 69 тысяч евро цена начинается, также беспроцентная разручка и хороший элитный застройщик с очень высоким качеством. Окей, идем дальше, Махмудлар. Махмудлар, отличный проект, тоже от моего очень любимого застройщика, очень гибкие условия для клиентов нашей компании, благодаря большому объему продаж, которые мы делаем, да, собственно говоря, здесь вот тоже хочу отметить, здесь очень часто мне говорят, пойду напрямую к застройщику и куплю с выгодой, со скидкой, вот, на самом деле ситуация, сразу хочу рассказать всем тем, кто нас смотрит, ситуация, но вот противоположная, как бы это странно не звучало, никогда человек, который пришел к строительную компанию напрямую, не получит скидку больше, чем может получить крупное агентство по недвижимости, потому что мы берем объемы на продаж. Прайс-листы у нас везде, они фиксированы, вы что со мной придете к застройщику, он вам тот же прайс-лист даст, что без меня придете, он вам тот же прайс-лист даст, мы эти прайс-листы ни от кого не прячем, мы их у застройщика берем, ну вот. То есть застройщик не захочет с вами ссориться и через вашу голову. Нет, конечно, причем я говорю, так как мы делаем огромное количество там продаж в месяц, в год и так далее, не у всех, у некоторых строительных компаний, то есть естественно у нас есть возможность для наших клиентов получить самые выгодные условия, которые только могут быть. пожалуйста. Смотрим дальше, у нас осталось еще два объекта. Да, проект от этого же застройщика, он находится в Махмутларе недалеко от субботнего рынка, длительная беспроцентная рассрочка и вот посмотрите, помните, Филипп, когда мы с вами прошлый раз проводили вебинар, там был ценник 47 тысяч евро, сейчас уже все квартиры распродали и теперь у нас минимальная цена 52 тысячи евро. В смысле, по самой низкой цене или самого маленького объема квартиры распродали? Нет, самое, смотрите, в Турции идет, цена зависит от этажницы, да, то есть чем выше этаж, тем выше стоимость. Мы когда с вами прошлый вебинар проводили, минимальная цена была 47 тысяч евро, сейчас уже, то есть не за 47, не за 48, не за 49, не за 50 тысяч евро квартир нет, их все раскупили, это вот к вопросу тоже, да, о том, насколько активен рынок именно на объекты на стадии строительства и сейчас минимальный ценник остался 52 тысячи евро. Супер, так, это он же, сейчас? Да, это он же. Следующий проект тоже ОБА. Да, новый инвестиционный проект на первой береговой линии в ОБИ, в центре Алании, да, в европейском районе ОБА, здесь тоже люкс, кто хочет центр города, кто хочет первую линию, кто готов за это платить, за вид на море, вот такой вот вид будет открываться с ваших апартаментов, вы должны быть готовы заплатить как минимум 99 тысяч евро за квартиру планировки один плюс один. Окей, так, и поговорим буквально пару слов. Да, можете прям даже 2-2 квартиры показать, я думаю, всем, кому интересно, все перейдут. Если я правильно понимаю, это те квартиры, прям вот сейчас вот что-то, вот сейчас есть, завтра может не быть, а может быть, что-то другое, условно говоря, да, это по состоянию для сегодняшнего дня. Мы подобрали квартиры, которые вот в срочных продажах, которые, цена которых ниже рынка, да, по тем или иным, вы просто пощелкаете, да, то есть все равно же смотрит, презентация видна на экране, которые ниже рынка по тем или иным каким-то условиям, где-то это просто, да, то есть, собственно говоря, ну, собственник такую хорошую цену дал. Вот, например, в этом комплексе, который сейчас открыт, квартира вот эта вот за 54 тысячи евро, она со скидкой. Квартира на 2 этажа выше продается по 63 тысячи евро, то есть здесь вот этот вот, ну, гораздо более, скажем так, интересный вариант, то есть нет смысла переплачивать за 2 этажа такую стоимость. Здесь, например, смотрите, какая площадь нехарактерная сейчас уже для новых проектов, 1 плюс 1, 80 квадратных метров, это очень большая площадь, это максимальная площадь для апартаментов планировки 1 плюс 1, и для такой большой площади, для нового дома тоже был очень хороший ценник. Это вилла, собственно говоря, 125 тысяч евро, которые находятся в центре Алании, да, с прекрасными видами. Район Тепе, это где? Район Тепе, это прям вот выше Клеопатры, вверх, получается, да, дорога и на горах, ага. Давайте я пока еще полистаю немножко, а вы ответьте, пожалуйста, за вопрос от Марка, если он купит квартиру в Турции, а потом через некоторое время будет продавать, какую комиссию как продавец он должен будет заплатить? У нас по турецкому законодательству предусмотрена комиссия, 3% продавца, как бы, то есть, соответственно, вы будете платить именно эту комиссию. То есть это 2 невозможно, 4 тоже невозможно? Нет, 4 возможно, почему? Поэтому есть некоторые продавцы, частники, которые для того, чтобы стимулировать агентство по недвижимости, могут предложить больший процент, то есть такое возможно. То есть 3 это некий минимум? Да, да, 3 это минимум. Слушайте, ну, полтора часа пообщались, могли бы еще полтора, еще полтора, я думаю, что в ближайшее время, Юль, еще раз встретимся, уж больно, как-то бойко у нас, по-моему, с вами получается. Это очень приятно. Спасибо огромное. Давайте буквально в двух словах тогда какое-то завершающее слово, и я тоже пару слов от себя скажу, и будем тогда прощаться. Завершающее слово, я сейчас смотрю уже, так как раз мы с вами вовремя решили попрощаться, у нас сразу четверо разных клиентов зашло, одни с оформлением вида на жительство, другие для переговоров, поэтому как раз очень вовремя сейчас вы меня отпускаете. Смотрите, цены растут, цены, к сожалению, будут расти. Если вы хотите инвестировать, не стоит это откладывать, не стоит ждать, как некоторые, да, то есть, ну, потенциальные заинтересованные клиенты, то есть я каждый раз вот рассказываю часто о том, что я все время жду, сейчас вот рухнет, вот сейчас вот рухнет. Нет, ну как, вот сейчас не рухнуло, но вот сейчас точно рухнет. Поверьте, рынок недвижимости Турции пережил несколько кризисов, да, то есть я имею в виду, эти кризисы были связаны не с рынком недвижимости, а с различными там политическими моментами, например, мы пережили самолет, да, то есть когда очень сложно было, очень сложно было, скажем так, да, то есть когда Россия была закрыта. Мы сейчас пережили, я уже хочу верить в то, что пережили коронавирус, поэтому цены стабильно идут вверх, поэтому если вы заинтересованы в приобретении недвижимости, хотите инвестировать, не стоит откладывать это на потом, то есть лучше сделать это сейчас, может быть, просто выбрать объект недвижимости, который будет не очень дорогой, да, то есть попробовать, я всегда говорю, то есть не надо прыгать выше своих способностей, если у вас, грубо говоря, лежит в, ну там вы отложили на инвестирование там 40-45 тысяч евро, инвестируйте эту сумму, не надо влезать там в кредиты, еще в какие-то моменты, попробуйте. Небольшой объект недвижимости вы всегда сможете быстро перепродать и расшириться, это не проблема. Окей. Дорогие друзья, Юлия Байдан, компания Profit Real Estate. Спасибо вам, вы замечательная аудитория, нам было очень приятно для вас работать. Поработаем мы еще. У нас будут непосредственные вебинары и по Турции, не сомневаюсь, в ближайшее время отчет об этом вебинаре получите в самое-самое ближайшее время, один-два дня, когда мы все обработаем, материал сделаем. Юлия, удачных вам сделок, больших продаж. Спасибо. Мероприятия, греющие на Приане, тоже смотрите на отдельной страничке. В ближайшее время у нас на Черногории вроде намечается, кому Черногория интересно. Юлия Байдан, Profit Real Estate, Филипп Березин, Прианру, недвижимость за рубежом. До скорой встречи и на наших страницах тоже. До свидания. Всего доброго, до свидания.